так друзья всех приветствую в этот вечер 14 апреля скажите пожалуйста меня хорошо видно и теперь стало ли слышно поставьте плюсик если слышите и видите меня специфика стрима в том что немножко запаздывает до вас сигнал супер спасибо всем я буду немножко наверное по реакции тупить вот но в общем это специфика вот мы сегодня с вами на открытом вебинаре от отуса посвященной программе продакт менеджер айти проектов и мы сегодня с вами поговорим на тему как продакт менеджеру найти метрику роста и свести юнит экономику меня зовут сергей кополосков я продакт менеджер в компании озон вот также работал в литрес в и без продакт менеджером то есть сумме пять лет работы продуктовой управления продуктами также являюсь консультантом по продакт менеджмента в том числе вот для френдворк и не некоторых других проектов интернет-магазинов я окончил мгту им не баумана я руковожу программами для продакт менеджеров вот в отус частности вот продакт менеджер айти проектов вот и веду телеграм-канал фреш продакт менеджер где в общем-то веду инсайты заметки статьи вот и обмен экспертизой с другими продакт менеджерами ну и считаю то что 20 процентов усилий приносит 80 процентов денег так давайте все уметь эти 20 процентов усилий делать сегодня мы с вами активно участвуем если что-то непонятно сразу спрашиваем особенно если я начинаю употреблять какие-то жаргоны которые не очень вы понимаете знаете и более того я буду специально употреблять чтобы вы все таки меня их спрашивали вот задаем вопросы в чат вебинара я могу не сразу их увидеть и соответственно не сразу ответить ну и для каких-то автоп историй вот вы можете как принципе в чате поделиться в процессе вебинара также и в общем то написать например мне в telegram вот из колосков вот я в общем то постараюсь тоже выслушать и ответить ну или может быть в чат telegram канала фреш продакт менеджер тоже можете туда перейти написать вот мы хотим сегодня узнать и уметь находить метрики роста научиться строить аналитику вокруг них вот так же мы хотим научиться кто еще не до конца научился ну и попрактиковаться в расчете юнит экономики вот так так и ставят не плюсы вот и научиться сводить юнит экономику но об этом тоже с вами поговорим но также в принципе мы в конце можем немножечко поговорить про саму программу продакт менеджер айти проектов ну и обсудить какие может быть по ней есть у вас вопросы вообще насколько вот вы знакомы с продуктовой нет с продуктовыми метриками с продуктовой аналитикой вот напишите пожалуйста плюс да если знакомы вот минус если незнакомые вот если плюс напишите может быть поподробнее чем вы конкретно занимались я пока коротко расскажу вот самые крутые ну не самые крутые самые что ли вы самую выжатую выдержку из того что в общем то может знать продакт про аналитику то есть принципе есть как мы с вами понимаем есть бизнес метрики у каждого продукта это в частности выручка то есть доходы от продаж продукта это средняя выручка на одного пользователя вот это чистая прибыль то есть доходы минус расходы это маржа до чистая прибыль поделенная на расходы вот и объем реализованной продукции то есть вот вот этот некий такой классический набор метрик именно бизнесовых вот ну также например если взять тот же озон вот в котором я работаю там еще к этому добавляются какие-то специфичные метрики например добавляется метрика оборачиваемость склада где мы в общем то принимаем решение о том насколько эффективный в принципе товар закупается насколько там он долго залеживается вот также есть история наши с вами продуктовые метрики вот собственно те непосредственно телодвижения и действия юзеров которые происходят у него в рамках использования продуктом то есть из такого из классического и наиболее что ли используемого это дау мало вау называемые метрики активности аудитории ну здесь в частности на слайде мало месячная аудитория вот если гридал то это ежедневная аудитория ну и смысл этой метрики в том чтобы мы смотрели вот какие-то тренды с точки зрения посещаемости смотрели в общем то что происходит в долгую с вовлеченностью с посещаемостью продукта вот так же мы смотрим количество умерших пользователей за месяц и количество новых пользователей за месяц вот где в общем то интересно даже не само количество вот а скорее даже вот интересно интересно вклад их то есть сколько новые пользователи приносит в обороты в прибыль сколько приносили те кто перестали пользоваться продуктом в общем то вот здесь такая история также мы как продукты мы смотрим на конверсии то есть на на наши так называемые относительные показатели относительные метрики вот на частоту использования но и на уровень умирания вот то есть сколько конкретно людей от общей массы уходит из продукта вот это вот по классике вот такое вот так есть вопрос умерший за месяц ни разу не заходил в месяц но здесь в общем то уже история про то что мы можем дальше углубляться и принимать решения на основе там наших метрик рост на основе наших датасетов вот что для нас важнее то есть так иначе там если у нас система монетизации она связана с рекламой вот в общем то здесь степень умирания просто не заходил например вот если у нас датасет и метрики и монетизация непосредственно связано с какими-то действиями с покупками продукте то это вот скорее заходил и не покупал то есть ну и какая-то там постепенная смерть в общение заходил вот так ну и возвращаясь к тому же озона в общем тогда у нас метрики в общем-то ежедневно мы смотрим на эти же самые метрики каждый день там дау-мау-вау конверсии в добавление в корзину с разных воронок с разных мест конверсия в заказ вот отказы смотрим ltv также то есть время жизни пользователя вот в общем то наш датасет он принципе такой же как и классический надо сказать то что как правило все метрики они вот как и по принципу пирамид они структурируются в некоторой иерархии вот от оперативных до верхнеуровневых метрик вот то есть так таким образом чтобы понять вот как что происходит в продукте что как меняется ключевая метрика чтобы понять за счет чего она в общем-то менялась и как и за счет чего я можно менять в лучшую сторону соответственно как таковой наверно строгой пирамиды продуктовой и правила составления нет но есть в общем то это просто так называемая пирамида продуктовых метрик не продуктовых а именно метрик который можно использовать войти продукте то есть они в возвышении идут платформенные метрики то есть доступность техническая надежность сервиса вот и вот там скорость загрузки например то есть все такие метрики интерфейсные вот взаимодействие с пользователем в точках контакта конверсия форм и кнопок вот продуктовые метрики то есть это то чем непосредственно мы с вами как продукты заведуем то есть характеристики проблем решений средний чек частота использования конверсии из просмотра в одно из ключевых действий вот ну и бизнесовые метрики то есть денежный оборот доход инвестиций ну и на самой вершине в общем то здесь наша что ли главная метрика метрика всевластия вот ну или там ее в принципе называют метрика полярной звезды и в общем то нам как продакт менеджером нам самое главное это сделать всегда по метрикам самое главное вот мы как продакт менеджеры должны в общем то принимать решения основываясь на данных основываясь на метриках что нам с точки зрения бизнеса лучше давайте попробуем решить небольшую задачу вот у нас есть два проекта один проект принесет 100 новых пользователей а другой проект сократит число пользователей на 100 вот мы ожидаем что у пользователей те же привычки те же объемы потребления и проекты одинаковые по стоимости стоимости времени риском давайте подумаем какой проект мы сделаем и почему вот ну и я предлагаю написать это в чат и обосновать вот давайте может быть минутки две-три и не будем смотреть ответы вот я пока могу в общем то поднять вот про метрики слайд вот и пока буду ждать ваших ответов а ну нам лучше это лучше задачу наверно верну потому что условия условия важнее так и я открою нет от чат пока не буду открывать на чтобы чтобы все поразмышляли ответили так давайте еще еще полторы минуты ну и мы понимаем данный продукт мы должны именно главное делать продукте мы должны вот принять решение что для нас важнее принести 100 новых или сократить аудиторию нас или сделать что-то что сократит на 100 так так выгони будет сократить так 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 а еще привлечь новых проект б так как по проект б так как повысим таким образом ретеншин так здорово зависит от от лтв и рпу а как зависит от лтв и от рпу так выбрал бы второй предположу что не учтены затраты на привлечение новых в проект а а рпу кажется одинаковые задачи до рпу одинаковые задачи необходимо в деньгах посчитать два варианта как считать деньгах так лояльность аудитории повышается новые как придут так и при таком сер сер и уйдут а лояльность аудитории так какой вариант делать а или б так лучше наверное проект б уменьшим количество мертвых пользователей получим более выгодную аудиторию так более лояльную аудиторию пользователей если сократить отток вроде бы лайфтайм пользователь увеличится что кажется выгоднее зависит следующим образом если клиент делает один заказ за всю жизнь то смысла превращать им всего нет явно лучше но смотрите я как продакт там да вот знаю вот эту информацию вот я бы конечно замерил еще больше данных вот и чтобы действительно побольше информации понять сколько нам стоит привлечение сколько нам стоит ушедший клиент и прочее прочее но в целом в целом я так скажу то что сокращение аудитории оно тоже в общем то зависит от сегмента пользователей вот и неизвестно кого мы приводим мы приводим платящий сегмент или мы приводим не платящий сегмент но в любом случае в любом случае знаю вот того то что мы конечном итоге будем статично себе вести то есть мы либо принесем либо потеряем вот я бы вот все таки с точки зрения развития продукта с точки зрения развития обратной связи о продукте я бы наверно приводил новых пользователей вот но в целом да в целом все кто написали что нужно больше снять данных вот они скорее правы но если с точки зрения интуиции здесь в общем то нужно вам больше с точки зрения интуиции наверно правильнее новых приводить чем дефолтно терять старых вот ну и лучше все таки все обсчитывать вот так скажите вторая давайте небольшая практика а какие метрики мы будем с вами снимать для продукта вот my guru . ru вот то есть это продукт который помогает подбирать частных ремонтников вот для бытовых услуг вот в общем у него такой посадочный лендос лентинг что мы с вами будем мерить в целом в продукте давайте тоже попробуем за минуту две так средний чак конверсия пока так возвращаемость по а возвращаемость интересно как почему интересно возвращаемость а вы можете несколько метрик накидывать то есть пока вот видимо какой-то был глюк вот и отправили дважды и конверсию средний чек доля новых доля вернувшихся так вы помните да классический дата сайт вот который мы в общем то замеряем с вами ну в общем если коротко то ответ такой что вот в идеале в идеале нужно вот мерить действительно по классике трафик общий то есть да умау вау вот мерить но и новеньких мерить ушедших вот ну и конверсию а какую мы здесь какими тут конверсию будем считать с вами но вот кстати я не знаю насколько возвращаемость вообще вот поддается в таких продуктах просто как вот вот сервис подбора частных специалистов ну вот вроде кажется что вот эти проблемы они вот не не про возвращаемость они просто про вот какой-то приток людей вот ну то есть возвращаемость наверное там тоже есть но она не такая что ли базовая и ощутимая вот ну то есть не настолько наверное сводит юнит экономику вот вот конверсия в заказ средний чек количество заказов на клиента я бы сказал да что конверсия в звонок и в заказ впоследствии то есть так или иначе лендинг как правило вот как мы здесь видим по скриншот он больше вот именно про заказать звонок а что еще но вот хорошо средний чек а что еще мы с вами вот глядя просто на ленинг что еще мы с вами можем должны в принципе замерить если там смотреть а да так очень много сообщений до конверсия в кнопку заказать звонок это важно не посчитать количество выполненных заказов на активных пользователей очень крутая метрика на самом деле ну то есть она показывает вот я думаю что эта метрика она близка к метрике роста самом деле они тоже сами еще подговорим метрики для двух типов людей но все-таки здесь все-таки здесь про заказчиков услуг вот все-таки здесь про пользователей возвращаемость для мастеров очень круто вот хорошая метрика наверное было бы вот для возвращаемости даже не со стороны пользователей со стороны мастеров потому что так и иначе частные специалисты они как правило вот все ну они несколько сфер что ли для себя определяют где они могут помочь и как правило если к ним возвращаются то вот это их уже какой достижение не могло прийти как сантехнику как слесарю так и к разнорабочему что ли 10 заказов на 100 мастеров ну возможно кстати такая может быть тоже метрика роста только для мастеров количество новых пользователей количество заказов на одного пользователя но я бы на самом деле вот количество заказов на одного пользователя бы точно мерил то есть это некий такой аналог вот зачем нам окно с информацией узнать цену за одну минуту узнать цену за одну минуту хороший вопрос на самом деле туда бы лучше трестфактор платформы впилить вставить но в целом вот логика лендинга видимо в том чтобы как можно больше форм вставить как можно больше кнопок вот но кстати вот мы как продукты мы же хотим померить где на самом деле приходят заказы где на самом деле приходят выполненные заказы вот с какой кнопки эффективность мастеров деньгах или оплаченных заказах и да и нет на самом деле вот все всякого рода вот всякого рода такого такие маркетплейсы не как правило с точки зрения метрик роста они действительно заточены под выручку мастеров скорее вот ну потому что чем больше зарабатывать мастер тем больше зарабатывает площадка по сути вот так что в принципе да так звонком стоит колл-центр на данном лендинге не частные мастера а почему нет нет именно частные воронка продаж клики звонки заказы но по своей сути да ну вот видите мы с вами уже начали ковырять метрику роста мы в принципе можем вернуться к слайду как только сейчас немножечко поговорим про метрику роста вот соответственно вы можете продолжать на самом деле размышлять на тему какие метрики базовая и с точки зрения бизнеса лучше всего смотреть в продукте я пока коротко расскажу про пирамиды метрик на просто так иначе время ограничено вот вся пирамида по своей сути она делится на некоторые по разным что и уровнями делится на направление на ключевые показатели эффективности и на продуктовые инициативы вот соответственно вершине некая метрика роста то есть вот на примере озона это количество заказов вовремя доставленных месяц мы для себя определили что эта метрика она непосредственно коррелирует с выручкой с другими бизнес метрика не вот если мы доставляем вовремя а значит мы достигаем некий ахо момент продукте то есть некий момент полного влечения в продукт вот если мы не доставляем то нами недовольны про нас пишут статьи в пикабу вот и в общем-то все по нисходящей далее по наклонку но направление это такие все-таки условные истории то есть что делается в ширину что делается в глубину что делается в чистоту что делается эффективность лучше смотреть на некоторые kpi которые создают вот эту непосредственную метрику роста то есть если мы говорим про показатель ширины то это количество новых и количество вернувшихся пользователей если мы говорим про глубину на примере озона то это количество товаров заказе если мы смотрим на чистоту то это количество заказов за месяц вот если мы смотрим на эффективность то это в общем то количество процентов во время доставленных заказов ну и каждый kpi непосредственно завязаны какие-то продуктовые инициативы то есть там те же автозамены продуктовый чат или история связана с логистикой непосредственно влияет на процент во время доставленных заказов или те же рекомендации списке покупок и купоны непосредственно связаны на количество товаров заказе в общем то все достаточно тут не сложно что такое трастфактор а это наверное к предыдущему слайду трастфактор это некая информация которая дает пользователю понять что тебя что вам продукту можно доверять например вот в озоне мы в карточке айфонов электроники вставляли информацию про официальную поставку про оригинальные бренды и про то что мы возможен возврат вот это что мы даем гарантию то есть некоторые вещи которые непосредственно важны пользователи с точки зрения принять решение о том нужно или нет купить продукт ну и не сильно ли обожжется пользователь если довериться собственно каждая метрика роста она подвержена некоторому чек-листу вопросов для вы его явления то есть этот чек-лист непосредственно связан с вопросами какую ценность продукт несет какой аха момент он задевает ну аха момент это момент высшего вовлечения выше высшего счастья от использования продуктом то есть например говоря про тот же озон это там вовремя доставленная посылка то есть красивая коробочка которая вовремя к тебе приехала и внутри нее ровно то что ты хотел вот ну в общем то про какие-то другие аха моменты мы с вами тоже сейчас чуть-чуть попозже поговорим вот с точки зрения бизнеса метрика непосредственно должна коррелировать с ростом бизнес метрик то есть там это может быть gmv то есть некая общая выручка это может быть маржа то есть зависимости от того что для какого конкретного бизнеса важнее вот метрика показывают уровень фактического взаимодействия и активности то есть с точки зрения аналитики это самая действительно важная метрика которая в общем то слагается из нескольких других поведенческих и крупных в том числе тех классических которые есть дата сети то есть это посещаемость это конверсии это истории связаны с жизнью пользователя эта история связанность с оттоком и причинами оттока вот ну и связана ли метрика с долгосрочной ценностью продукта это уже некая там история которая можно за загрумить обсудить вместе там с бизнесом с другими представителями чтобы решить что действительно да это метрика которую можно в том числе включить в слоган компании там например что эта метрика там вот время доставленная посылка вот собственно эти истории я разбирал на своем telegram канале вот ссылка и вот по вот этой ссылке так давайте наверное попозже на нее эту ссылку пришлю на нам не так сейчас нужно по этой ссылке в общем то есть некоторые небольшое мое исследование на тему того какие разные у разных продуктов метрики роста вот и в общем то надеюсь вам видно вот тут нам не очень четко вот ну то есть допустим если брать вот сап мессенджер вот то я выявил что ключевая метрика вот это среднее количество активных чатов на юзера то есть активных это значит обновленных за какой-то период времени например не более месяца и количество отправленных писем вот если брать тот же яндекс такси то яндекс такси то ли времени за смену когда пользователя когда водитель везет пассажир ведет пассажира вот ну и заработок водителя за час смены вот так же допустим если мы возьмем тот же iron bnb то это количество забронированных ночей в день месяц в год то есть некая характеристика который показывает реальный рост бизнеса и аха момент продукта яндекс музыки это количество прослушанных треков на юзера в течение сессии все таки вот ну и в целом вот вы можете посмотреть другие метрики роста вот например возвращаясь к тому же дропбоксу это количество фри аккаунтов с более чем тремя активных пользователей в неделю вот то есть так или иначе вот у них некая активация в платный пакет она непосредственно вот связана с большим с использованием несколькими пользователей об этом тоже чуть-чуть час попозже поговорим так есть вопрос что значит загрумить у нас жаргоне и слова грумить вот когда мы разбираем задачу вот как можно более глубоко вот чтобы сказать ну как есть термин груминг вот когда мы в общем-то стрижем по максимуму насколько можем более детально рассматривая что там происходит вот вот такой термин продуктового погружения что ли вот ну и допустим тот же twitter продукт который монетизируется за счет рекламных систем у него ключевая метрика это время пользователей проведенное в ленте ежедневная пользовательская активность то есть вот сколько юзер проводит в ленте столько в общем то вот так он и влияет на ключевые продуктовые метрики и бизнес метрики так соответственно ссылку я пришлю но в принципе вы можете посмотреть вот telegram канале весь этот пост вот ссылочку чуть попозже пришлю вот но и нужно сказать то что метрика роста она как правило выходная метрика то есть это показатель который демонстрирует уже конкретно какой-то результаты проведенной работы то есть она не может быть метрикой там знаю на уровне создания плейлиста в спотифай она может быть только вот выходной то сколько юзер реально провел времени за прослушивание музыки вот то есть вот история здесь вот есть такая тонкость что это все таки не какое-то конкретное действие а это то что мы получаем на выходе ну и есть такая тонкость что в общем то как правило такой бизнес здравый бизнес понимающий в чем его сила и в чем его бизнес приоритеты как правило в общем то здесь это все выносится на первые страницы лендинга ключевые офферы и ключевые что ли предложения поэтому я вам предлагаю в игру определить метрику роста продукта сыграть у нас будет с вами два продукта первый продукт это google drive вот второй продукт чуть попозже узнаете вот давайте попробуем вот определить какая метрика может быть роста у google drive то есть мы видим на первой странице с вами вот слоган всегда под рукой для личных целей для бизнеса вот видим дальше на следующем экране файлы любого формата и кстати обращаю внимание на то как они изображены это тоже очень важно вот здесь google они с точки зрения вот месседжа очень четко распределяют вот и вот на следующем слайде видим где угодно и когда угодно вот ну и в общем то ключевая кнопка перейти google диску подчеркнуто синий вот давайте немножечко подумаем что может быть что является ключевым действием что является выходной метрикой вот в чем здесь аха момент так называемый ну надо понимать то что метрика должна быть непосредственно завязана на какое-то действие которое в общем-то приносит деньги то есть ревенью бизнесу и так я буду читать ответы как у дропбокса количество бесплатных аккаунтов числом пользователей более трех не уверен у дропбокса все-таки не про командную в смысле в google doc не совсем про командную работу на первой странице количество гигабайт контента на аккаунт так крутое предположение в смысле близко очень количество девайсов на которых используется ну я сомневаюсь что вот это приносит денег ну то есть если бы была допустим в той же как яндекс музыки той же где на девайсах платно вот слушать то я думаю да но здесь нет здесь это просто как преимущество выделено на третьем экране дау количество пользователей подключенных к одному бизнес аккаунту и знаете ну на самом деле если просто один бизнес это всегда хорошие деньги вот но в целом по по рынку я думаю что бизнес пользователей там не больше одного двух процентов то есть все больше вот именно про частников вот основные деньги у таких битуси продуктов как google они безусловно участников количество обращений к файлам на диске одного пользователя нет смотрите вот тут сразу написано храните файлы представляете к ним доступ просматривайте на любом устройстве первые 15 гигабайт бесплатно что здесь главное как вам кажется так количество раз когда юзер пользуются диском в день в месяц я боюсь что вот ну это может быть какая-то метрика не ключевая вот именно ретеншин использования это может быть какая-то входная метрика вот до для платных пользователей ярпу на смысле доля пользователей ярпу ну вот давайте дальше количество пользователей подключивших расширенных доступ где больше места вот смотрите ну вот так пока дальше что объем на юзера количество платных аккаунтов конверсия триальных платных конверсия это интересно но я боюсь что она вот с учетом оффера google про 15 гигабайт бесплатно я боюсь что она такая она размытая по времени ее сложно считать вот количество расширенных доков и файлов и время пользования ну вот количество да ну вот что там еще есть у количества количество возвращения в экосистему гугл так сказал было бы круто провести ксдф узнать осталось ли у пользователей потребность других подобных сервисах почему да это круто вот какую вы гипотезу бы проверяли марина мелкий текст не видим кстати но на первом экране при этом ну то есть он не навязчивый он на первом экране то есть первый экран это место силы вместо того что точно все увидят кто зайдет метрика зависит от цели какую цель обсуждаем ну вот смотрите давайте пока дальше представляем доступ это главное количество привлеченных юзеров количество аккаунтов вот смотрите количество аккаунтов с 15 гигабайтами вот то есть вот это непосредственная метрика которая будет непосредственно коррелировать с покупкой платного места и если вы посмотрите на что в трансляции не виден а окей прошу прощения да в трансляции текст не видим если вы посмотрите на вот вот этот экран то здесь прям явном виде выделены форматы дизайнерские вот которые в общем то ну и там видео выделены вот то есть вот эти наверное не очень выделены но если мы понимаем что вот так вот читает глаз человеческий там да вот вот акробата до видео вот то мы понимаем что вот вот эти файлы которые занимают очень много места у дизайнеров вот они в общем то здесь одни из ключевых на самом деле они четко выделены вот и соответственно google drive сделанный в очень таком красиво минималистичным дизайнерском стиле рассчитан на то чтобы привлекать тех тех группы людей у которых самые серьезные форматы файлов с точки зрения размера вот и они стараются привлечь как можно больше людей которые которые в общем то достигают цифры в 15 гигабайт и их уже непосредственно конвертит вот немножко странно оценивать метрику по главной странице нет это не то чтобы странно я говорю то что то что выносится как правило на первые экраны продуктовые как правило это непосредственно связан с ключевыми бизнес метриками саха моментами вот и продуктовыми метриками то есть иначе зачем тогда нужны эти посадочные страницы лендинге так ну в общем то здесь да здесь ключевая метрика она непосредственно про вот про количество людей которые достигли бесплатного объема вот ну и соответственно все если посмотрите все коммуникации внутри google диска то они в общем то по большей части направлены на на вот облегчение что ли этого действия обязательно после вебинара последите посмотрите вот и давайте посмотрим тикток вот приложение которое сейчас с точки зрения рекламных бюджетов догоняет youtube вот как вы думаете какая вот у нее у него у тиктока метрика роста то есть вот первый экран второй экран на первом экране просто идут уже играющие сюжеты вот на втором экране идут уже более каталогизированные ну и трендовые какие-то штуки чего от нас тикток хочет вот 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 ну и вот мы вот вспомиали вот количество проведенного времени в приложении в день по да по сути да по сути тик ток это классическая социалка в этом смысле слова то есть классическая история про про то как скоротать время и что-то сделать приятные для мозга просмотры лайки а в каких случаях мы будем смотреть на ла ну-ка в каких случаях тик ток будет смотреть на лайки так база пользователей количество и размер челленджей а что здесь размер челленджей задача тик ток последний год была простая растить базу так окей ну а рост базы он непосредственно коррелирует с ростом денег которые может социальная сеть заработать рост фолловеров количество постов в день рекламные бюджеты достигают youtube непонятно какие рекламные бюджеты достигают youtube непонятно я говорю про вот скорее общий рынок того сколько на рекламе в целом зарабатывает youtube и тик ток больше всего видео распространяются в соцсетях они приложениях тик ток это тоже важно понимать а вот это классное замечание и в общем то все таки все таки салки вот особенно такого контентно образующего характера они больше именно про просмотры вот но то есть чем больше просмотров тем выше рекламные бюджеты которые привлекают платформы количество генерируемого контента за период я думаю это все-таки входная метрика вот а вот все-таки выходная главное нас связаны именно с просмотрами среднее время просмотра но пу-пу-пу длительную рекламу возможность лучшую длительность рекламы определять кстати интересная история все конечно скорее зависит от того как построена система монетизации рекламы если она построена на досмотрах рекламы то она одна если она посмотрит построена на просмотрах то она другая то есть скорее всего поскольку тик ток эта история с микро сюжетами вот она правило я думал не про досмотре она скорее просто про просмотры но потому что так или иначе досмотры она более дорогая как правило вот если дорогая то наверное она и утяжеляет стоимость для заказчиков можно и просматривать минуты видео измерять чем больше просматриваемость минуты видео тем эффективнее использует место в дисках просматриваемость минуты видео на пользователи да но в целом в целом я думаю что вот вполне может может сойти за метрику роста вполне вот нужно смотреть у тик ток дальше смотреть их борды продуктовый и думать насколько эта метрика действительно коррелирует количество прибыли в месяц вот но вы понимаете да то что это скорее там история где мы с вами процентов на 90 включаем продуктовое мышление и пытаемся выявить а потом это все-таки как в любом качественном исследовании мы это проверяем потом количественными следами то есть аналитикой вот и смотрим дальше насколько действительно вот эта метрика она вот управляет бизнесом соотношение креаторов на зрителей ну не все таки все таки длина контента она все таки важнее вот простота загрузки видео ну смотрите это все все таки вот в ряд ли простота загрузки видео она непосредственно связана с выручкой вот ну то есть метрика она должна быть прям вот такой которая слагается из всех таких вот так что я все-таки склоняюсь к тому что это ну вот кстати количество просмотренных роликов день вот наверное вот метрика такая должна быть то есть если растет количество просмотренных роликов там на пользовать на пользователя значит растут привлечение рекламы вот так я пока предлагаю поехать дальше вот вы можете в принципе продолжать у нас к сожалению мы по времени ограничены я еще хотел про юнит экономику рассказать вот но в общем то сами по себе метрики роста как вы понимаете метрика роста должна объяснять финансовую успешность продукта и если мы просто глянем на вот полную полную воронку продаж и каналов коммуникаций е-коммерс проекта но это может быть тот же условный озон какой-нибудь то мы увидим то что как такая воронка продаж она состоит из нескольких разных крупных блоков то есть начинается от коммуникации осведомленности продолжается некоторым отношением к продукту далее идет в желание что конкретно мы хотим от продукта желание превращается в покупку покупка в лучшем случае перерождается в лояльность то есть это некая вот воронка вот с точкой продаж вот которая можно каким-либо образом управлять то есть с точки зрения лояльности нужно растить рекомендаций в точкой покупкой с точки зрения роста желания купить нужно растить отзывы и ретаргетинг в продукте то есть повышать таргет предложения то есть по сути растить рекомендательную систему вот ну и управлять объектами влияния вот собственно объекты влияния это наши метрики то есть на каждом этапе действия с продуктом есть свои метрики например если мы говорим про покупку то как правило и речь идет про такие метрики как объем продаж средний чек размер корзины и стоимость привлечения пользователя вот если мы говорим про простое желание пользователя про простой интерес то мы говорим про объем трафика то есть это дал мы говорим про поведенческие какие-то факторы то есть это какой-нибудь клик на какую-то красную кнопку которая там для нас мега важен вот это какой-то там просмотр который создает коррелирующую метрику вот или это просто какой-то там клик который направлен на рост нпс вот ну и конверсия сайта и в общем-то стоимости привлечения льда стоимости привлечения человека в состоянии желания использования продукта вот ну и в общем то на каких-то предыдущих этапах метрики более широкие разрозненные вот ну и в общем то каждый этап сопровождается своими инструментами и направлениями анализа вот то есть если говорить про покупку то как правило мы говорим про анализ точек продаж про abc анализа ассортимента то есть насколько он такой что его действительно могут купить вот говорим о типичных комплектах наборах покупки ну или факторов создания высокого чека в общем то вот и некоторая картинка всего что вот как вообще происходит управление онлайн магазином скажем так вот но ключевые метрики во всем этом с точки зрения продакт-менеджера это как правило ltv то есть лайфтам вэлве деньги которые средний пользователь тратит в нашем продукте за все время пользования и customer acquisition cost то есть затраты на привлечение пользователя важно понимать то что деньги которые тратят именно тратят в продукте вот это по сути для нас должна быть все таки история которая хорошо и правильно обсчитывается тоже про это поговорим ну и про затраты и про затраты речь идет обо всем о том сколько стоит сервер на котором крутится продукт вот сколько стоит стоимость привлечения пользователя сколько стоит поддержка разработки сколько стоит все в общем то и мы с вами тоже как продакт менеджеры вот соответственно соответственно классические формула именно юнит экономики она состоит в разности между лтв и и и си вот и как правило как правило вот вся работа продакт менеджера она по своей сути направлены на то чтобы вот пользователи заходя в продукт они генерили какой-то доход то есть вот этот продукт это непосредственно вот эта разность лтв и показателя привлечения пользователей вот то есть вот наш продукт это по сути вот есть сама юнит экономика по своей сути ну и в простейшей истории вот как обсчитывается все то есть есть допустим классический какой-то пример без каких-то расширенных расходов на продукт то есть есть под потрачено на рекламу получены на рекламу то есть какая стоимость клиентов какой доход с покупки сколько пользователей приносит вот сколько покупок совершает какой какие расходы на продукт мы совершаем какая у нас общая прибыль общие расходы вот ну и как у нас в общем-то сходит юнит экономика то есть каждый пользователь своей сути нам приносит плюс четыре тысячи рублей вот в этой юнит экономики так там есть какой-то вопрос да вот есть такая тоже формула она используется вот для таких скажем быстро расчетов юнит экономики в общем то вот эта стоимость это именно сколько приносит конкретный пользователь это сколько стоило его привлечения вот а это множитель который по сути является количеством пользователей которые активировались в покупку вот или ну просто активировались в использовании продукта так ну и в целом в целом сам по себе инструмент юнит экономики как мы его продукты используем это инструмент именно для выявления называемых узких мест то есть все наверное читали ну или если кто не читал то очень рекомендую прочитать цель голдрата где в общем то сюжет рассказать про поиск узких мест на производстве завода где где можно было бы там цепь улучшить и тем самым повысить доходы завода вот примерно то же самое продакт менеджеры и мы делаем в продукте то есть мы в общем то заводим все метрики все все что знаем про профит в продукте вот раскладываем профит на выручку на валовую выручку или маржу на расходы привлечения на фиксированные расходы с точки зрения привлечения мы смотрим все издержки мы смотрим все заказы мы смотрим все конверсии вот и это все обсчитываем в целом на какой-то наглядным на на некой наглядной таблицы вот после чего непосредственно мы можем допустим принимает решение видеть что ага вот что-то у нас не то с конверсии то есть чтобы юнит экономика сходилась ее ключевые показатели были лучше нам нужно вот на каком-то из этапов повысить конверсию например тогда или мы понимаем то что где-то в каком-то месте у нас очень дорогая реклама вот а есть реклама чуть подешевле давайте может быть просим все силы на подешевле вот и поэффективнее то есть несколько оптимизируем рекламные бюджеты вот и в общем то вся юнит экономика она про это да я постараюсь таблицу включить в материалы которые по итогам вебинара я надеюсь будут рассылаться в том числе наверное презентация тоже будет вот ну в общем то это просто сам себе принцип юнит экономики меня для вас есть учебный пример вот мы в общем то посчитали некоторую юнит экономику для каршеринга вот я ее вам сейчас пришлю я прошу вас ее скопировать себе вот на другой лист и мы по ней выполним несколько заданий напишите плюсик если получилось скопировать я в общем то перейду к заданию если что касается юнит экономики то здесь посчитано привлечения клиентов здесь посчитано поведение клиентов здесь посчитаны заходы затраты на продукт посчитанные косты на поездки вот и посчитаны по сути ценности цены для пользователя и косты из пользователя там также в таблице вот я ему сейчас тоже откроем тогда вот здесь в общем-то в таблице внизу посчитан операционный доход в месяц вы его тоже обязательно возьмите так плюсик есть первый скопировавший так есть второй давайте хотя бы третьего и мы точно сможем начать так есть третий супер давайте попробуем сейчас я увеличить операционный доход в 10 раз вот операционный доход он здесь соответственно давайте попробуем что-то сделать в таблице вот вы пока сами вот так чтобы мы увеличили операционный доход 10 раз что при этом мы можем порезать чтобы при этом мы можем увеличить наоборот давайте ваше предложение я предлагаю пять минуток подумать задачей вот и в чатик обязательно поделитесь что вы сделали отверстие и Понимаете, что нужно делать, можете сразу отвечать. Ну, из такого, из простого, наверное, едва и четыре решения, что ли, я предлагаю прям смотреть в формуле, что на что завязано. Ну, поскольку не вы составляли юнит-экономику, я бы как человек, который знает юнит-экономику. Нет, можно не что-то одно, можно несколько показателей. Вот, сделать. Да, можно много параметров изменить. Вот, не нужно, не только один параметр. Так, затраты на поездку порезать надо. Ну, вот, давайте вот все-таки, хотя только хоть какой-то близкий в 10 раз результат будет достигнуться, скажите, что вы сделали. Вот. Затраты на поездку, а как вы их порезали? Расскажи, неужели только затраты на поездку надо порезать? Ну, вот, чтобы в 10 раз вырастить. Так, давайте почитаем. повысить количество зарегистрировавшихся. Ну, то есть просто так нельзя взять и повысить. Нужно что-то изменить в экономике. Маркетинговый бюджет увеличить в 10 раз. А вы точно, вот у вас точно конверсия, у вас точно, во-первых, есть этот бюджет. Ну, хорошо, нет, кстати, вариант. Вариант повысить маркетинговый бюджет, то есть влить денег побольше. Вот, на выходе получить больше денег. Но мы, как продакт-менеджеры, мы мыслим несколько иначе. Мы пытаемся воронки. С воронками работать, с издержками работать. Ну, то есть с текущим вот этим вот самым конусом работать. С текущей воронкой. Повысить конверсию в установку. Работать с качеством трафика, поискать целевые ряды. Вот, кстати, классная мысль. А на самом деле, вот, скажем так, вот, уходя от экономики в какую-то такую исследовательскую стезю, можно просто взять и действительно сделать ABCDX-сегментацию и понять, кто наш сегмент А, который больше всего платит, на которого меньше всего надо тратиться. Вот, и туда направить все силы. Тогда точно юнит экономика вырастет в 10 раз. То есть поискать целевые лиды. Вот, но насчет конверсии я согласен. А как ее можно повысить? Насколько надо повысить, чтобы экономика в 10 раз увеличилась? Количество поездок в месяц. А что нужно сделать, чтобы количество поездок в месяц увеличилось? Конверсию в установку. Да, а как мы ее можем повысить? Что мы можем сделать? Проработать с поездками, увеличить частоту и дальность. Ну, хороший вариант, хороший вариант. И реально можно в 10 раз увеличить в месяц. То есть и самое интересное, как надо вырастить эту частоту и как дальность. То есть вы понимаете, да, то, что вот вы, когда такие цели ставите, вы должны понимать, за счет каких именно, что ли, за счет роста каких именно цифр, за счет роста или каких продуктовых улучшений это все может произойти. Кажется, что увеличить конверсию больше, чем на 3-4 процента нереально, но не знаю специфики сферы. В 3-4 раза, наверное, ничего невозможного нет. Нужно смотреть действительно цифры, и поэтому в этом-то и вопрос, как можно это все достичь. Как раз можем поработать на разных уровнях конверсии, посмотреть, как выстрелит и что лучше выстрелит. Ну, смотрите, с точки зрения конверсии всегда нужно искать узкие места. Вот. То есть нужно искать место, где можно минимальными усилиями получить наибольший выход. То есть 20% усилий приносит 80% денег. Конверсию в установку надо увеличить в 2 раза для увеличения дохода в 10 раз. Ну вот, вот, в общем-то, это. Вот и вариант, в общем-то. Ну, нужно сделать что-то такое в продукте, чтобы конверсия выросла в 2 раза. А вообще это реально интересно. Вот. Допустим, в том же Яндекс.Драйве реально увеличить в 2 раза конверсию или нет? Это интересно. Можно прийти к Сберу и попросить комиссию по картам пониже. Сбер в базе вроде. Вот уже и фичи пошли. Сбер в базе дает 2%. Она экварианг. Экономия, ну, незначительная. Плюсую хорошее решение пойти к Сберу и приобщиться к их базе. На самом деле очень многие проекты росли в разы после того, как делали Сбербанк.айди. Вот. Увеличивать конверсию в регистрацию. Так, а вот давайте действительно посмотрим. У нас очень маленькая конверсия в установку. Очень маленькая. И конверсия в регистрацию на самом деле, она тоже маленькая. 40%. Вот. Вот эта конверсия в первую поездку за первый месяц, я считаю, более-менее еще. Но вот эти две конверсии, мы как продакт-менеджеры, мы просто обязаны их проработать и вырастить. Вот. То есть, вот если, насколько вы там говорите, в установку 5% это образно. работа с трафиком и каналов. Ну, если мы, в общем-то, с вами поработаем, вот, увеличим в два раза, мы получим только это, сколько мы выросли, в два с половиной раза только. Ну, идея хорошая, на самом деле, проработать каналы. Ну, проработать каналы, увеличить вот эту конверсию, это очень хорошая идея. Ну, 5% для установки, это реально мало. Вот. А конверсия в регистрацию, вот, допустим, мы ее повышаем, вот, и смотрите, вот, как бы уже 7. То есть, повысили на сколько? На 20 пунктов, и уже все по-другому. То есть, вот, мы как продукты, наш вот хлеб, он здесь, вот, в общем-то, и мы должны здесь играться, ну, мы здесь должны искать решение, как что вырастить можем. Вот. Потом, касательно вот этого параметра, мне кажется, это тоже продуктовая история, количество поездок в месяц, а в среднем на одного клиента. Мне кажется, что мы тоже здесь должны продуктово что-то делать, что-то применять. Ну, в общем, ответ такой, да, что мы как продукты, да, конверсию в установке до 50 точно нужно применять. Возможно, возможно, из регистрации в поездку тоже нужно что-то делать, вот, но это уже, в общем-то, дальше. Вот. Давайте вторую задачу. Что мы можем сделать, чтобы операционный доход не изменился, а цены для пользователя упало? До 299 рублей. Что мы с вами будем делать, чем мы будем управлять? Давайте тоже буквально 2-3 минуты, вот, и мы к завершающей части вебинара перейдем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Именно исходя из воронок, исходя из тех штук, на которые мы как продакт-менеджер можем повлиять. Трафик и каналы тоже. А вот интересно про целевую маржинальность изменить. Что под этим подразумевается? Что мы в юнит-экономике изменим? Конверсию, восстановку увеличить, и тогда привлечение уменьшится. Да. То есть нужно искать пути, как мы можем увеличить конверсию. А что мы конкретно будем увеличивать? Какую конверсию в данном случае? Если цена именно. Цена для пользователя. Так, пересадить на электромобиль? Электромобиль дороговато, мне кажется. Будут. В юнит-экономика не сойдется. Яндекс может переиспользовать технологии соседних департаментов. Может, да. Может. Может. Ну, в общем, да. В общем, в целом мысль понятная. То есть мы должны с вами менять, мы должны с вами растить продуктовые метрики. Мы должны делать более крутой продукт. Вот. Ага. Ну, кстати, да. Вот такая история. Ретеншн повлияет на цену. Вот. То есть мы можем реально с вами вложиться в ретеншн, если это действительно так. Так, если более низкая цена, 50 рублей на пользователей, если она действительно вырастет нам ретеншн, вот, что можно, наверное, каким-нибудь АБТ-тестом запустить и посмотреть. Вот. То возможно, возможно, что мы можем реально вот получить такую же в итоге денежку на выходе. И запускаем акцию полномасштабную, что повышает конверсию в установку, регистрацию и в поездку. Прибыль останется на уровне или будет больше. Акции всегда приносят больше денег, ну, такие, если они успешные. Так что, в принципе, это достаточно хорошая валидация гипотезы. Реферал. А реферал – это что? Это рекомендации, да, продукта. Вы имеете в виду здесь. Если на 1% поднять конверсию в установку, да, всего лишь. То есть все, что нужно сделать, это поднять конверсию в установку. Возможно, возможно, но это не точно, что можно сделать именно 299 для первой поездки. Ну, этим самым повысив эту метрику и получив первые деньги необходимые. Но нужно смотреть, как там дальше будет ретеншн развиваться. Будет ли дальше вот та же частотка 1,3 поездки или нет. То есть это, опять же, лучше через АБ запускать. Почти бесплатные лиды? Не верю. Не понимаю, что это, не сильно верю, что такое почти бесплатные лиды. Реферал. А, да, да, да. Ну, реферальные истории поездки. Но, как правило, прям супер-мега сильные реферальные программы на рынке, их не так много. Вот. И, как правило, они вот про какой-то хороший, безусловный материальный бенефит работают. Вот. Которые приходят всем участникам предприятия, всем участникам процесса, как рефералу, так и тому, кому порекомендовали. Вот. Шины, прокалочные шины. Нет, мы все-таки с вами продакты, а не актеры из сериала, вообще тяжкие. Вот. А дропбокс мы за счет, за счет рефералки рос. Да, в дропбоксе давали очень хороший бенефит. В рефералке расширяли место, то, что нужно людям, которые активно используют дропбокс. Как правило, просто рефералки, они работают на какое-то ключевое полезное действие для пользователя, которое там, у него при каких-то условиях там становится бесплатным. Вот. В том же Тинькове, например, деньги выдаются, да, или бесплатные способы, способы, ну, бесплатные месяцы использования продукта. Я пока там не буду читать, не буду читать следующие комментарии. В принципе, вы можете продолжать делиться своими мыслями. Я хотел коротко рассказать про курс для продакт-менеджеров Votus, благодаря чему мы, в общем-то, с вами сегодня собрались. Вот, сегодня мы, в общем-то, чуть-чуть рассмотрели вопрос продуктовой аналитики и юнит-экономики, а этому у нас на курсе посвящено целых два модуля с общей длительностью. Сейчас могу соврать, но, по-моему, там порядка вот эти курсы. Тут порядка девяти вебинаров, посвященных вот именно управлению продуктом на основе метрик и экономики продуктов. То есть, в общем-то, мы с вами сегодня просто разобрали небольшую выжимку этого всего, а на курсе будет еще больше. Вот, собственно, все происходит ровно в таком формате онлайн с интерактивными задачами, которые можно вместе с преподавателем поразбирать. Наши преподаватели – это выпускники разных, что ли, продуктовых школ, есть и финтех, есть и коллеги из Букинга, вот, есть из Авито, из Яндекса, вот. То есть, все продукты, все практики, может быть, не все знают, как правильно писать SQL-запросы, но все знают, как его правильно использовать. То есть, весь именно продуктовый опыт, он, в общем-то, здесь представлен, причем абсолютно, как я сказал, разный. Вот, мы здесь разобрали, что ли, 99% случаев, когда нужен продакт-менеджер, и на основе этого создали вот эту самую программу. Вот, у нас она делится на проектирование продукта со всеми способами создания гипотез и их быстрой валидацией, аналитика, экономика, управления продуктовой работой. То есть, начиная от декомпозиции задач, заканчивая созданием сервисов обратной связи, вот, внедрение, улучшение, рефлексия по продукту. И дипломная работа у нас, как правило, это реальный какой-то проект либо с вашего текущего места работы, либо стартап, либо мы даем учебный кейс из мест работ преподавателей, ну, и сам по себе, сами по себе домашние задания, которые мы даем практически после каждого вебинара, это, по сути, кусочки вот этой дипломной и проектной работы, которая там, в общем-то, состоит из, начинается от дискаверинга, заканчивается каким-то реальным продуктом, реальным экспериментом, вот, или хотя бы реальным тикетом или дорожной картой на разработку. В общем-то, так. Ну, и в целом, да, мы также посвящаем много времени историям, связанным с лайфхаками, в том числе с факапами продукт-менеджеров, вот, и с лайфхаками трудоустройства, в том числе будем проводить пробные собеседования, вот, ну, например, там, в партнер курса в Озон, вот, в общем-то, так. Ну, и, да, длительность 5 месяцев, будем по средам и понедельникам заниматься. Так, ну, также есть еще курс чисто про КАЗДЕВ, практику, где мы, в общем-то, разберем именно всю методологию КАЗДЕВа. Вот, тут будет два преподавателя, я и Екатерина из МТС. Вот, мы, в общем-то, поговорим про то, как, более подробно поговорим про то, как создается гипотеза, как она самым бюджетным способом в мире КАЗДЕВом проверяется, и как она дальше превращается в юнит-экономику или в анализ рынка, вот, исходя из того, что мы с вами провалидировали. То есть это некий такой интенсив на 8 вебинаров, но тоже достаточно полезный, с полноценной практикой. То есть будем друг у друга брать интервью и валидировать гипотезы, будем записывать свои интервью с реальными пользователями и их потом обсуждать, будем работать в группах, воркшопами, вот, будем, в общем-то, разбирать реальные кейсы и делать, в общем-то, какие-то реальные тоже вещи. Вот, так, что еще забыл сказать? Так, извините, потерялся. Так. Сместить фокус на B2B и будет счастье. А у нас будет, на самом деле, про B2B, то есть не только B2C, истории B2C-кейс. Я вот, например, помимо... Это сегодня так получилось, наверное, что Озон в основном, но у меня тоже большой бэкграунд работы с B2B-продуктами, в том числе по консалтингу. Вот, в общем-то, B2B тоже будет представлено, в том числе и специфика работы B2B на Customer Development. Сколько человек на потоке, как правило? Ну, как правило, на потоке 30, 40, 50 человек, вот, ну, то есть где-то вот в таком диапазоне. Вот, ну, и, как правило, на вебинарах, да, на вебинарах большая часть присутствует, остальное смотрит по записям. Кстати, записи будут всегда доступны, но, наверное, прикольнее все-таки участвовать в этом. Вот. Да, общение голосом подразумевается. Сегодня просто не было общения, потому что это все в формате стриминга. А, как правило, у нас на вебинарах еще голосом мы еще какие-то вещи обсуждаем, вот, ну, или делимся. Да, у меня есть свой канал в Телеграме, вот, могу... А, его уже скинули, да, спасибо. Вот. Так, что еще сказать хотел бы? Да, у нас крутые преподаватели, все практики, программа, в общем-то, здесь. Я тогда пока, может быть, закину ссылки на эти курсы в чат, в том числе. Вот. Может быть, еще есть какие-то вопросы по курсу. А, ну, и в целом, в целом, да, по домашним заданиям вы будете прикреплены, скажем так, к какому-то определенному преподавателю, как правило, вот, который будет с вами еще чуть-чуть больше общаться, чем больше, чем просто по домашнему заданию, то есть будет больше делиться, может быть, опытом и инсайтом, ну, и в целом будет более каким-то профильным, наверное, с точки зрения каких-то ваших текущих задач, вот, или текущих компетенций. Вот, так, ссылку с метриками роста разных компаний. Да, давайте пришлю, давайте пришлю, сейчас я ее... Ну, и, кстати, в том же Отусе есть опция, если вы пришли со своей идеей, вот, и у вас нет команды, то мы им, как правило, предлагаем из студентов других курсов, а у нас есть практически любой стэк разработки, вот, набрать команду, то есть у чех есть мотивация, что не всегда есть какой-то дипломный проект, вот, они, в общем-то, тоже разработка, дизайнеры могут тоже согласиться поучаствовать, в общем-то, на добровольных образовательных началах, скажем так, в развитии идей. Вот, ну, также, да, общение, конечно, будет там в чатах, в слаке. Вот, окей, пока нет вопросов, я еще коротко хотел сказать, что есть готовые, есть готовые сервисы, то есть просто нужно вбить юнит экономика калькулятор, вот, всегда нужно оценивать юнит экономику по отдельным каналам, то есть мы с вами, в общем-то, это проговорили, что есть разные рекламные каналы, есть дорогие, есть дешевые, в общем-то, нужно все оценивать, смотреть, где какой пользовательский сегмент приходит. Если у вас несколько продуктов, оценивайте по каждому продукту или даже фичи юнит экономику, вот, работайте всегда как продакт над конверсией, вот, это, в общем-то, мы с вами тоже проговорили, вот. Ну, и такая лайфхак-формула, вот, если юнит экономика не выходит в плюс, вот, для рекуррентных платежей, то нужно просто посчитать, когда конкретно это может произойти. Так, ну, и самый простой вопрос, ну, не самый простой, но самый необходимый, это как найти узкие места в воронке. Вот, соответственно, а вот я там вижу вопрос, пока просто вебинар не закончился, а что конкретно вы хотите для продукта почитать для начала, то есть это что, выучить сленг. Ну, вот интерком, кстати, да. Кстати, да, ну, в принципе, можно, да, вот у интеркома неплохая вонная, я бы, может быть, Inspired Марти Кагана прочитал бы. Вот, если хотите, можете мне написать, я потом скину ссылку вам, вот, на книжку. Вот, самый простой способ ответить на этот вопрос, это пять раз задать себе вопрос, как, что мешает вырасти продажи в пять раз, вот, и посмотреть, вот, на ключевые ответы на этот вопрос. То есть вот это я зафиксировал за время работы продакт-менеджером, вот, какие ответы всегда возникают в процессе, вот, анализа юнит-экономики. Вот, то есть вот, получая вопрос, задаю вопрос про узкие места, мы получаем такие ответы. Вот. Так, всем роста продуктовых метрик желаю. Так, тема для диплома должна быть наготове уже на старте. Нет, мы можем в процессе понять, в процессе, да, обсудить тему, вот, ну, или там вообще взять из каких-то тех, которые преподаватели, как кейсы, предложат. То есть, в общем-то, на старте можно пока просто прийти, наверное, с какой-то целью именно. Ну, что конкретно вы, наверное, хотите. Да, Inspired по-английски книжка. Да, Inspired. Так, да, будет 8 вечера по Москве всегда проходить. Вот, но, к сожалению, да, вот по московскому ОСУ проходит. Да, спасибо, коллеги, очень активно участвуйте, присылайте по чату. Так, ну, а есть ли еще какие-то вопросы? Вот, мы, в принципе, можем с вами закругляться. У нас 20, по-моему, апреля будет день открытых дверей по курсу, тоже на него обязательно приходите. Также на странице курса можете посмотреть наши другие открытые вебинары, в частности, про гибкие, про методологию гибкой проектной работы. Неделю назад Андрей Минде из Booking рассказывал. Можете также его послушать. Вот, ну и стартуем мы 27 апреля. Вот, в общем-то, всех буду там рад видеть. Вот, еще какие-то вопросы. Да, есть на русском книжка. Но она прям такая, прям для начала, чтобы понимать, чем конкретно занимается продукт, какие у него, скажем так, чем его специфика работы, KPI. В общем-то, вот такая вот, наверное, для первого погружения книжка. Вот, как-то так. Так, если вопросов больше нет, я предлагаю тогда нам с вами закругляться. Давайте еще, может быть, 20 секунд подожду. Если нет вопросов, то... Ох, а вы читали в оригинале или на русском? Я читал на русском, но потом перечитывал в оригинале уже. Вот. Просто когда читал, еще не очень хорошо. Именно текстовый знал английский. Давайте, наверное, закругляться. Вот, всем спасибо за участие. По-моему, получилось очень круто. Вот, запись вебинара будет доступна тоже на странице курса. Всем хорошего вечера. До свидания. Всех буду рад еще раз видеть на наших занятиях. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok